Синдром эмоционального выгорания Это такое состояние у человека, которое вызывает эмоциональное, физическое, моральное истощение, связанное с частыми стрессами, в основном на работе. Причинами может быть повышенная нагрузка, усталость человека. Также бывает, что выбрана профессия не по душе, и очень сложно тогда настроиться на лад. Нет такого режима и баланса труда-отдыха, рутинная работа. Или, допустим, человек живёт только работой, и больше в его жизни нет ничего интересного. Часто подвержены эмоциональному выгоранию профессии, которые контактируют с людьми. Это в основном медицинские работники, что актуально для нас, психологи, педагоги очень тоже выгорают. Необходимо заметить, что происходит изменение. Обратите внимание, что происходит изменение на эмоциональном уровне. Человек закрывается в себе, либо становится раздражительным, унывает на физическом уровне. Телесные какие-то проявления происходят. Постоянное напряжение мышечное. Сон нарушается. Распорядок дня уже не соответствует норме. Например, утром сложно человеку проснуться, а вечером он не может уснуть. И часто дела, которые он не решил на работе, он несёт с собой домой. То есть такое внимательное отношение к себе. Бывает, человек сам не замечает. Бывает, коллеги могут сказать, что что-то происходит не так. То есть быть таким бдительным, чувствительным к себе. На физическом уровне что необходимо делать? Это ежедневная должна быть прогулка. Каждый день от 15, сколько получается времени, до 50 минут. Прогулка должна быть неспешная, чтобы можно было полюбоваться природой. Послушать пение птиц, журчание ручья. Кто любит, может в лес прогуляться. Побыть в тишине. Это тоже очень важно, чтобы восстановить силы. У кого-то может быть есть дача любимая, там можно позаниматься своими цветочками. Вот, грядочками. Это тоже такой вот труд. Переключаемость внимания идёт на какие-то приятные заботы. Вот, должно быть хобби. Это вот, как я уже говорю, перешла на дачу. Хобби разные бывают. Для мужчин это может быть рыбалка, грибы, собирание ягод. Вот летом сейчас такой хороший сезон, что очень можно даже отвлечься хорошо. Но обязательно, чтобы был отдых. Если такая трудовая неделя — пять дней, то вот суббота, воскресенье, чтобы посвятить время отдыху чем-то, что нравится заниматься, выбирать для себя, для своей души. Очень важно, чтобы было занятие какими-то творчеством. Творчество исцеляет, потому что человек в этот момент ни о чём не думает, замедляется, расслабляется. Вот, обязательно выход в пространство другое тоже. Посещение концертов, театров, вот, чтобы было какое-то разнообразие жизни, что не только вот я живу на работе, ну и на работе тоже хорошо, но важно, чтобы такая разнообразная жизнь была. Что такое выгорание? Это режим дня нарушен тоже. Очень важно, чтобы был сон, сон не менее восьми часов в день. Питание сбалансированное должно быть. Человек должен следить за то, чтобы у него хватало микроэлементов, витаминов, питания, вот, приём воды желательно, овощей, фруктов, вот. И очень важно, чтобы глаза радовались, да, чтобы посуда была красивая, чтобы вот было приятно кушать для себя любимого, любимую чашечку, какую-то тарелочку, чтобы было насыщение не только едой, а ещё вот мы же не простые люди, не только вот покушать нам, мы же ещё видим красоту. Ну вот это очень важно, вот обращать на это внимание. Можно повышать свой уровень психологического образования. Каким образом? Ну вот посещать консультации психолога, читать интересную литературу, понимать про себя, про своё мышление, да, как справляться с трудностями, как справляться с стрессом. Человеку нужно заботиться о себе. Очень важно разбираться со своими эмоциями, понимать их, то есть в течение дня обратить внимание вообще, вот как ты себя чувствуешь, прям задавать себе такие честные вопросы, как я себя чувствую, что со мной происходит, какие эмоции я переживаю. И человеку важно понимать, потому что часто так бывает, что люди могут другим помогать, а себе не могут разобраться. Для этого важно что? Посмотреть на своё тело, посмотреть, как ты сидишь. Бывает уже в напряжении каком-то, уже в какой-то эмоции человек застрял. И важно обратить внимание, что это такое за эмоция, что за состояние такое, что вызывает такое напряжение в теле. Эмоции бывают разные, самые такие простые, это вот обиды, вина, стыд, страх, раздражение, злость, радость, интерес, любовь. И вот нужно так честно, что там со мной, что я чувствую. И если человеку так честно с собой отвечает, вот там обижен, я расстроен, унываю, да, необходимо, ну такое правило есть, что психологическая норма, такая вот реагирование на какие-то события 5-7 минут. Вот на триггер такой вот, когда срабатывает эмоциональная боль, вот 5-7 минут происходит. Если человек надолго в этом находится, то необходимо, ну как-то обратить внимание, для чего я так себя погружаю, ведёт ли меня это к хорошей жизни, расцветаю ли я, или я погружаюсь в своё уныние, и тогда мне жизнь неинтересна, такая апатичная становится. Эти чувства сами по себе тоже не возникают. Они идут из мыслей каких-то, из убеждений, из установок. Как это, все мы родом из детства как-то нас воспитывали, какие-то установки давали. И нужно обратить внимание, являются ли эти установки на самом деле правильными для себя. Потому что, когда человек в стрессе, сужается его сознание, и мышление становится таким тоннельным, он не видит. Он видит только вот, вот что плохо, и всё. По сути, нужно понимать, что оно и не чёрное, и не белое, а цвета радуги. То есть можно все эмоции испытывать, принимать их, потому что подавлять тоже нежелательно. То есть как-то так вот понимание себя на уровне ума, души и тела. Ну, вообще, на самом деле, когда люди обращаются, они сами вообще иногда не понимают. Предлагаются, вот тоже врачи направляют диагностика. То есть можно диагностически определить синдром тела на выгорание. Можно, потому что человек описывает, что с ним происходит. И часто это завуалировано бывает. Ну, например, человек может быть бессонница просто, да. Например, повышенное напряжение какое-то в теле. Он не понимает, и тогда мы уже как-то разбираемся. Вот, то есть оно как-то вытекает из того, что человек говорит. В основном такой описательный метод, то есть как сбор данных. То есть человек рассказывает, что с ним происходит. Я стараюсь больше задавать вопросов. Как он себя чувствует? Обращаю внимание на его тело. Чтобы не выбирать, нам нужно научиться жить расслабленно. Для этого я обучаю пациентов, которые приходят, различным техникам расслабления. Это очень важно. Такие, как дыхательные техники. Ну, например, прямо вот даже вот прием происходит, и я прямо и обучаю, что необходимо сделать. Правая рука кладется на живот, и я говорю о том, что необходимо сделать глубокий вдох, живот надуть как мяч, задержать дыхание на счет 1, 2, 3, 4, и выдохнуть спокойно, поддавливая живот, как будто выпуская воздух. И объясняю также то, что навык формируется 21 день, чтобы человек понимал, что как бы жить он умеет, что-то новое приобрести, необходимо делать усилия. Это ежедневный такой труд. Такое внимание нужно уделять. И так всю жизнь уже потом, в свою жизнь внедрить это и применять все время. Также провожу аутогенную тренировку по шульцу. Это такая быстрая техника. Вот я обучалась учителя моего, Анны Ракицкой. А для чего она? Для того, чтобы быстро выйти с эмоционального напряжения, какого-то физического, потому что часто эмоции застриют в теле. Такое идет высвобождение, расслабление. То есть основная задача человека, чтобы не выгорать, необходимо расслабляться, учиться этому. Редактор субтитров А.Семкин